Добрый день, уважаемые друзья и коллеги! Сегодня мы заканчиваем серию наших роликов, посвященных гербицидной защите подсолнечника. Предыдущие ролики вы сможете посмотреть по ссылке, но если вдруг у кого-то нет такой возможности, я напомню, на данном участке подсолнечник обрабатывался по четырем технологиям. Соответственно, была классическая технология, технология экспресс компании FMC и производственной системы Kleofield и Kleofield Plus. Сегодня уже подсолнечник практически подошел к уборке, на днях здесь будет проведена десекация, после этого подсолнечник мы будем убирать. Соответственно, у нас есть последняя возможность посмотреть, как чувствуют себя делянки на каждой из технологий и оценить в междурядьях, что происходит с сорняками. Ну что ж, друзья, не будем тянуть время, пойдемте посмотрим. Немного напомню о поле. Здесь использовалась основная обработка почвы спашка, потом предпоседная культивация и 7 мая был произведен посев подсолнечника. Сейчас мы подошли к контрольному участку, здесь не проводились гербицидные обработки. Давайте посмотрим, что у нас находится в междурядьях. Ну, прям сразу мы видим марь, щирица, горцы, большое количество злаковых засорителей. Нагрузка по сорнякам довольно-таки серьезная. Соответственно, мы понимаем, что не работать гербицидами в этом участке мы не могли. Пожалуйста, внимательнее посмотрите. И теперь мы перейдем на участок с классической обработкой подсолнечника. Он практически следующий, расположен за контрольным участком. Здесь применялся препарат Гарда Голд в норме 4 литра на гектар 9 мая. На сегодняшний день прошло больше 130 дней. Ну что ж, давайте зайдем в междурядье и посмотрим, что же там происходит. Пойдемте. Друзья, на мой взгляд, ситуация просто великолепная. Как я и говорил неоднократно в своих видео, этот год починника. Починный экран от препарата Гарда Голд сдержал засорение. Если вы можете видеть, есть, встречаются единичные сорняки, вот как это растение Мария. Но здесь четко видно, что растение Мария начало расти из трещины. Соответственно, после того, как почва растрескивалась, экрана уже не было, и единичные растения, сольные растения пробивались через трещины. Но они уже практически никакой конкуренции для подсолнечника не создавали. На мой взгляд, этот продукт отличный. Он себя показал просто великолепно в этом году. Всем рекомендую присмотреться к нему в дальнейшем. Давайте теперь пойдем и посмотрим, как выглядит участок, на котором 6 июня была проведена обработка препаратом Экспресс. После чего через неделю на этом же участке была проведена обработка препаратом Физиолад Форта в норме 1 литр на гектар. Ну что ж, друзья, давайте зайдем в межуряди и посмотрим, что же здесь происходит. Как вы помните, обработка у нас немножко опоздала. И были единичные растения мари, которые были переросшены в момент обработки. На сегодняшний день они себя также продолжают великолепно чувствовать. Это, конечно, нюанс не очень радует на этом участке, но вы можете сами оценить, насколько участок чистый. Единичные растения здесь особой роли не сыграли. Опять же, хочу обратить ваше внимание, злаков в засорителе тоже я не наблюдаю. Я считаю, что данная технология заслуживает также внимания. Но есть нюансы, которых вы теперь тоже знаете. Теперь давайте пройдем на производственную систему Клеофилд и Клеофилд Плюс и посмотрим, что происходит там. Коллеги, сейчас мы подходим к участку, который возделывался по производственной системе Клеофилд. Здесь 9 июня была проведена обработка препаратом Каптора. В норме 1,1 литр на гектар. Ну что ж, давайте посмотрим, что происходит у нас сейчас в междуряди. Далеко даже не пойду. Все отлично видно. Поле на сегодняшний день выглядит также великолепно. Возможно, это условия года, но препарат отлично сдержал и двудольные, и однодольные. Благодаря все-таки небольшому почвому эффекту однодольные были сдержаны. Дальше мы посмотрим еще один участочек, который уже возделся также по производственной системе Клеофилд Плюс. Я покажу один из новых продуктов, которые появляются на рынке. Сейчас мы пройдем чуть дальше. Двудольных сорняков я не наблюдаю, но, к сожалению, я вижу небольшое количество злаковых засорителей. На самом деле это все абсолютно объяснимо. Дело все в том, что препарат Листега не имеет почвенный эффект, поэтому следующие волны злаковых засорителей проходят через этот препарат. Когда вы будете выстраивать свою систему защиты, принимайте этого во внимание. На данной этапе я считаю, что это абсолютно отличный результат, и наличие, повторяю, злаковых засорителей абсолютно объяснимо. Ну что ж, друзья, давайте, наверное, подведем итоги, что мы сегодня увидели. В сегодняшнем видео мы заканчиваем цикл наших роликов, посвященных гербицидной защите подсолнечника. В течение этого времени мы показали, как выглядят участки в каждый период после проведенных обработок. Надеюсь, это вам позволило сделать какие-то выводы и определиться, какую из систем защиты вам выбрать. Я понимаю, что это условия конкретного поля, конкретного года, и каждый год условия меняются, но определенные выводы и нюансы вы смогли подсмотреть, и я надеюсь, это будет вам полезно. Лично мне в этом году очень понравилась именно классическая технология и то, как отрабатывает препарат Гарда Голд. В этот год он себя показал просто великолепно. Друзья, я всех приглашаю на наши демонстрационные площадки. Приезжайте и убедитесь во всем сами. Рада вас всех видеть. Удачи!